МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». По предварительным данным, в этом году в колоннах бессмертного полка на территории России и в других странах, которых оказалось около 50, прошло более 2 миллионов человек. Только в Москве в мероприятии поучаствовали 700 тысяч граждан. На втором месте среди российских городов оказался Санкт-Петербург. На улицы Питера вышли около полумиллиона горожан. Впечатляющее количество участников было в Туле, Новосибирске, Краснодаре и других городах. Даже в Иркутске, где на День Победы шел снег и ударили морозы, в акции «Бессмертный полк» поучаствовали более 45 тысяч человек. В прошлом году в Самаре к акции «Бессмертный полк» присоединились более 6,5 тысяч человек. А в этом году, по некоторым оценкам, количество участников акции приблизилось к отметке в 17 тысяч человек. Но и эти цифры еще не окончательны. В 2016 году минул 71 год с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. А 22 июня исполнится ровно 75 лет с начала войны. Специалисты «Самара-Статов» подвели собственные итоги того, каким образом наш регион, среди прочих, приближал победу. Самарская область, в то время Куйбышская, внесла свой вклад в достижении великой цели. Драматические события, свидетелем которых являлась страна в военные годы, можно проследить через статистические показатели экономического и социально-культурного состояния нашего региона. Среднее Поволжье стало одной из важнейших сельскохозяйственных баз Советского Союза. В годы войны на долю Куйбышской области приходилась пятая часть зерна, производимого всем Поволжьем. Из-за призыва в армию большинство мужчин-хлеборобов трудовые ресурсы в колхозах сократились на 46%. Удельный вес женского труда вырос в два раза и составил 75%. Также сократилось финансирование сельского хозяйства, так как для нужд фронта были изъяты тысячи тракторов и автомашин, десятки тысяч лошадей. Очень большое значение имела уборка урожая в первые годы войны. Именно в период 1941-1942 годов заготовлено больше всего хлеба – 630,6 тысяч тонн. Наиболее тяжелым для сельского хозяйства оказался 1943 год. Из-за засухи и суховеев получена низкая урожайность. Средняя урожайность зерновых в области составила лишь 4,9 центня раз гектара. Так, по сравнению с 1942 годом, зерна было сдано государству практически в два раза меньше, а именно 145,3 тысячи тонн. Война нанесла большой ущерб сельскому хозяйству Куйбышской области. За 4 года сельское население сократилось с 976 до 813 тысяч человек. Трудоспособных колхозников уменьшилось на 130,6 тысяч человек. Общая посевная площадь сократилась почти на четверть. Орошаемые площади почти в 10 раз. Упали плодородия, валовые сборы, объемы заготовок. Несмотря на сложнейшие условия труда, нехватку рабочих рук и техники, за годы войны труженики сельского хозяйства сдали государству 97,7 тысяч тонн мяса, 167,3 тысячи тонн молока, около 3 тысяч тонн шерсти и 82,4 миллиона пудов зерна, или более 1 миллиона 300 тысяч тонн, внеся тем самым весомый вклад в обеспечение продовольствием армии и тыла. С вами была программа «Цифра». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok